Фильм про Фёдора Павла Андреевича, и что это было забавно, что он такой… Надо позвать его для поддержки «Спайкомедиа». Потому что он там говорил про современное искусство, про активизм, про то, как акционизм, это так важно. Да, давайте нам денег. А второе интервью, потом сразу же Марии Кушиновой, я не знаю, вы смотрели или нет, тут как бы идёт ссылка на YouTube. Карен Шейня. Ну ладно, я могу краткое содержание. Обзор YouTube. Я смотрела её интервью, и мне показалось, что если кто-то хочет поделиться, тоже можем поделиться. Но если никто не смотрел, то я просто могу в качестве рекомендации показать. А, это мы просто выбирали разные ещё проекты, которые были связаны с активизмом и солидарностью. Да, активизм и солидарность – это был в формате такого фестиваля, если, может быть, кто-нибудь видел в соцсетях, они достаточно активно были, активно себя позиционировали и пиарили, что они проходили… Опять же, это было ориентировано не только на какую-то художественную деятельность, но на, в общем, активистскую деятельность. Причём там было очень интересно, там у них был блог, например, с активистским кино, активистским документальным кино. Мне кажется, что это очень интересно. И они проходили, соответственно, не так долго, тоже в формате такой главной лаборатории. Вот я ещё нашла афишу театральной лаборатории, и у них есть опен-коу. Да, я как раз оттуда у неё и взяла. Давай покажем про штабы. Я вот упоминала то, что во время рассказывали про штаб именно городского самоображения, вот, и она не успела рассказать про то, что запускается сейчас, да, это мастерская гражданской осознанности, то есть это больше не художественный, а активистски ориентированный проект, который тоже работает по принципу лаборатории. Вот, и этот проект Катриль делает со своими коллежантами по театру Грунс-300, это Саша Старость и Полина. И я думаю, что можно закончить то, с чем мы начали. Это про всякие протесты и прочее. Вот, и я могу своим каким-то впечатлением поделиться от последних дней, что меня очень впечатляет сеть, которая разворачивается вокруг, ну вот то, что называется группы взаимопомощи, инфраструктуры солидарности, о которых Дина тоже в школе говорили. И я вот с каждой какой-то новой итерацией вижу, насколько все эти группы отрабатывают структуры, ну, режим работы, методы. То интересно, ну, как бы, что вот у нас есть там ОВД-инфо, ну, апологии протеста, на самом деле, это акбор, вроде бы. Ну, есть еще много, ну, например, чата-передачи, которые сейчас работают везде, такси. И получается, что они как бы формируют такую новую государственность за счет вот этой солидаризации и вот этой самоорганизации. И, возможно, вот эти механизмы самоорганизации как раз работают, они как бы формируются сейчас в том числе за счет технических возможностей, которые дает интернет, там, телеграмма и разные, там, открытое ПО. Вот, и получается, что через какое-то время, например, через пять лет или через десять лет, все равно понадобятся новые государства, ну, так или иначе. И они как раз, вот то, как сейчас работают всякие группы взаимопомощи, они часто работают на основе таких анархийских принципов. И вот эта новая государственность, которая работает на основе вот этих анархийских принципов, которые как бы собирается, разбирается, пересобирается в зависимости от своих потребностей, и они сформируют новые методы работы, и эти методы работы будут более эффективны, чем неолиберальные или те, которые как бы сейчас есть у страна, где государственные механизмы как-то работают и отлажены. Вот, и может быть, то, как сейчас нас тренируют и как бы натаскивают на то, чтобы вот эти механизмы вырабатывать, придумывать и отрабатывать, может быть, это поможет нам как бы быстрее перейти в этот новый, или, ну, как бы, новое, мне не нравится слово, но какое-то тоже колониальное, как будто, а? Следующий. Следующий, да, ну, как бы, следующий вот этот этап, существующий в соответствии с вот этими новыми принципами, вот. Как вы думаете, это возможно или это фантазия? Параллельно, да, но как бы в какой-то момент, ну, даже сейчас видно, что оно намного эффективнее, но оно как бы тупо просто, это, ну, это как тоже почему-то многие айтишные фирмы стараются максимально делать распределенные горизонтальные структуры внутри себя, ну, потому что это как бы просто лучше работает в соответствии с сегодняшними технологическими возможностями и социально-общественными договорами. Скажите, маленький комментарий сделаем, вот по поводу того, что мне кажется, что в Беларуси, в принципе, это уже происходит, и вот опыт дворовых самоуправлений, как раз это хорошо показывает, что там все решения по поводу того, как, ну, может происходить обустройство двора, обмен услугами между соседями и все такое, это уже функционирует. И в этом смысле, да, как бы для людей, по сути, государственный аппарат, он отсыхает, но при этом из-за того, что бюрократический аппарат остается таким же, сложно внедряться, но люди пробуют внедряться при помощи такой системы, как КОТОС, такие внедряться именно в существующие государственные структуры, но понятно, что это, ну, короче, вот здесь вот меня интересует, можно, как можно вот эту параллельную инфраструктуру, которая уже самовыстроилась и функционирует, функционирует, перенести, ну, не знаю, перенести, вот как вот этот транзишн пройти между бюрократическим аппаратом и вот этим самоуправлением. И мне кажется, вот это будет решать, вот этот переход, то, как возможно функционировать все будет. Ну, не знаю, этого сейчас как сходу. Я сейчас не очень поняла, что ты имеешь в виду под бюрократическим аппаратом, потому что это же, как бы, в принципе, тоже обычно, ну, общественный договор, к которому мы, ну, это тоже как должно быть, то есть вот что все законы или какие-то процедуры, это как будто бы общественный договор, к которому мы приходим как к рабочему методу, рабочему механизму, как мы можем взаимодействовать. И чтобы нам всем было как-то комфортно, удобно, мы, как бы, делаем свод правил, какой-то регламент, на который все ориентируются. И, в принципе, ну, в разных самоорганизованных, ну, как бы, есть тоже какой-то регламент, как вы решаете, там, например, конфликты или как-то манифестируете приоритеты, которые вы определяете. И, с другой стороны, есть, как бы, поле какой-то свободной, контекстуальной игры, там, выбора, который каждый может тоже делать в зависимости от своих текущих потребностей. Ну, я скорее про то, что если это то, как ты описала вначале, это функционирует в Швейцарии, например, то в Беларуси оно так не функционирует. Вот. И, ну, есть определенные люди, которые, ну, как бы, все уже связаны действиями государства. Если эти люди останутся, несмотря на то, что, например, самоуправление будет как-то продвигать себя, то, тем не менее, фактически останется тот же аппарат. Не знаю. Я почему-то хочу добавить про то, что мне, что касается каких-то общественных самоорганизаций, всегда кажется, что самые естественные формы возникновения спонтанны. То есть никогда это что-то, да, там, попытка спрогнозировать, да. Мы сейчас пытаемся понять, что будет дальше. Ну, вот, не знаю, там, даже ситуация с этими группами и чатами передач, да, которая, например, существовала. Ну, я знаю, что они много где-то существовали. Я конкретно у меня знакомый Павел Сахарова после 23 января. И я как раз была, ну, как бы, была увлечена в чатах Павел Сахарова. Я знала, как они работают. Я видела, как они появляются. Это, по сути, ну, как бы, какое-то, ну, ощущение, что это вот необходимый момент. То есть это просто происходит. Как ответ на вот это вот необходимая солидаризация там внутри. Ну, мне кажется, вот там же еще важно то, что есть какие-то общие чаты, которые, например, закрывают финансовые вопросы. Или там закрывают вопрос транспорта тоже. То есть, что это не гомогенная такая среда, вот, что нам сейчас надо, вот, ну, как бы, в нашем, например, вот в нашей комнате нам надо, как бы, собраться, скинуться, поздравить с днем рождения там, одного человека. И мы делаем это внутри. И вот мне кажется, что вот это, может быть, как раз утопическая государственность возникает, когда наша вот эта организация, самоорганизация, она еще имеет какие-то ответвления и какие-то зонтичные структуры в соседних, в, как бы, больших, маленьких масштабах. Вот. То есть, мне кажется, ну, я согласна, что оно само возникает, ну, это одна, ну, из-за какого-то запроса. И это, как бы, вот, важная черта, что она может возникнуть, а потом оно, как бы, может схлопнуться. То есть, что тебе не надо держать, вот, эту структуру, как постоянно, но ты можешь, как бы, ее включать-выключать по запросу. И это, наверное, тоже важные свойства их. Но понятно, что это какой-то большой вопрос, и как это все работать будет непонятно. То есть, это не придумаешь там ни за день, ни за два. Наверное, есть какие-то на эту тему тоже тексты. Ну, я даже какие-то тексты встречала. Но вот мне кажется, что это какое-то поле очень сейчас, ну, вот это возвращение каких-то анархистских идей, но при этом они, как бы, все равно не чисто анархистские, а какие-то еще и там социальные и ну, как бы, какая-то вот эта сложная сложная структура, которой еще, мне кажется, нету, и вот этого языка, как бы, как это описать. То есть, это и не анархистская, и не там социальная. То есть, вот, как это будет работать, это тоже, наверное, можно будет как-то по-другому описать. И, в принципе, у этого есть и черты, и там, и того, и того, и того, и того, но как бы вот какой-то комбинации. И плюс еще это сегодняшний контекст и со всеми технологическими инфраструктурными возможностями, даже тот же самый коронавирус. Маленький, Тарик, можно еще по времени, да, никто не умирает? Быстро скажу, что по поводу само возникает, мне все-таки кажется, что его, вот это все возникают люди, то есть это быстро возводимо, да, но все-таки здесь, мне кажется, важны вот эти операторы и операторки, которые производят определенные усилия, чтобы это все состоялось. Например, программисты, там, не знаю, в парке высоких технологий в Минске, которые работают, берут отпуск за свой счет и пилят какую-то платформу для альтернативного подсчета голосов, как с платформой «Голос». Или есть люди на заводах, которые решают вставать, которые увольняют, после этого люди организуют сеть по помощи, по предоставлению квартиры, например, некоторые пишут, что они готовы платить, там, ну, оплачивать человеку, которого уволили из-за бастовки год по такой-то цене, кто-то, ну, и, то есть, мне кажется, все-таки здесь очень важно не забывать про вот этот невидимый труд, который присутствует, и это все типа супер выматывает, и что если посмотреть на то, как все происходит, там, 10 месяцев уже в Беларуси, то там есть определенные волны, и там, моменты самовыгорания и так далее, и смены, ну, то есть, да, очень важно, чтобы это была именно сеть, а не единичная случая, и тогда это будет работать, вот, ну, да, короче, вот про человеческий этот аспект труд, я просто подавал. Да, я еще только комментирую по поводу возникновения сетей солидарности, ну, как, например, помощь незадержанным, которые содержали Сахарова, да, есть такое измерение реакции на влетение в саду в бассейн, да, и каких-то других структур, они ожидают возможность организоваться в новых средствах структурироваться, но еще нужно какое-то усилие для того, чтобы горизонт воображения, к чему это может прийти, к чему могут прийти самоорганизации, к чему могут прийти новые инфраструктуры, в какую сторону это строить, что будет, если если подробно русскую ситуацию, например, существующий режим идет, нужно будет что-то новое строить, а для этого нужно иметь свою старовку и инструменты для того, чтобы это делать, чтобы включиться в этот процесс. И я говорю потому, что да, какие-то легковозводимые штуки, а есть какой-то, не хочу это называть стратегическим уровнем, не противно, но поддерживающую фантазию о том, что мы хотели, что произошло. Вот этот момент очень важен. мне кажется. Ну и по опыту развития в Беларуси можно сказать, что да, непонятно, почему можно прийти, да, власти навязывают свою капоральность, нужно изобретать свои способы складывания ситуации, не скатываться в какие-то нарративы, с которыми, например, властей легкового бакуста, которые, например, привязаны на националистические истории, с которыми легко купироваться. Это, опять же, из-за контекста. Да, мне кажется, что то, что ты говоришь, это очень важно. То, с чего я хотела начать, это вот я имел в виду, что тот переход и то, что Тина очень важная, сказала, что всегда есть какая-то агентность, есть люди, которые непосредственно запускают этот процесс, и это тоже важно понимать, и брать на себя ответственность, чтобы этот процесс тоже запускать вокруг, может быть. вот, но я хотела такой вот заметить момент, что может быть здесь у нас такая же ситуация, как, например, с банковской системой, что банковская система, например, в России развита намного лучше за счет того, что просто она развивалась в то время, когда было больше технологических возможностей, и, соответственно, легче было внедрять какие-то там ну там СМС, уведомления, там СМС, ну как бы за счет того, что просто вот эти перемены пришлись на большие возможности что-то использовать, и потом как бы из этих возможностей ты уже это устраиваешь, тебе не надо это перестраивать, и вот за счет того, что мы сейчас проходим такой этап вот этой перестройки, который может быть ну вот это формирование там гражданского общества, и где-то это уже происходило там сколько-то лет назад, мы сейчас это проходим в момент, когда у нас есть больше технологических возможностей, мы как бы можем возможно выстроить это по другим принципам, которые будут работать намного лучше, вот, и которые как бы позволят избежать каких-то ошибок других стран, которые этот этап прошли, вот, ну, не тоже, наверное, не стран, не нравится слово страна, вот, но вы понимаете, что я веду, и мне кажется, что это мне как-то помогает в целом легче этот этап проходить. мы не видим, что это в целом не в целом мы все вместе